Сегодня в России начался сезон лесных пожаров. Тревожные сообщения о возгораниях уже поступают из Приморского края Бурятии. От наших соседей из Екатеринбурга и Челябинска. В Тюменской области по последним данным зарегистрировано 36 ландшафтных пожаров. Лесных пока нет. Накануне в регионе ввели особый противопожарный режим. Насколько к нему готовы профильные службы и ведомства, знает Елена Старожок. Она собрала всю информацию и готова поделиться с нами. Елена, приветствую. Слушаем тебя внимательно. Почти на две недели раньше, чем в прошлом году. В Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Это значит, что по крайней мере до конца месяца посещать леса запрещено. А все службы и ведомства в боевой готовности. Ранняя сухая весна таит в себе немало сюрпризов. К тому же плюсовые температуры в регионе сохранятся. Именно поэтому начата, что называется, работа на опережение. Впрочем, сама подготовка началась гораздо раньше. В конце марта автопарк регионального управления МЧС пополнился на 42 единицы. Это самая большая передача пожарной техники региону за последние годы в России. И это еще не все. Мы за зиму приобрели дополнительную лесопожарную технику в наши учреждения лесного хозяйства и нашу государственную региональную противопожарную службу. Мы приобрели дополнительное количество беспилотных летательных аппаратов, поскольку они себя очень хорошо зарекомендовали для того, чтобы своевременно обнаруживать пожары и принимать необходимые решения с точки зрения тактики тушения этих пожаров. С 3 апреля региональная диспетчерская служба авиабазы перешла в круглосуточный режим. Десятки специалистов мониторят пожарную ситуацию. В этом им помогает еще одно новшество сезона – видеостена. Уже к имеющимся установлено еще 33 видеокамеры. Сейчас 50 устройств наблюдения в круглосуточном режиме следят за обстановкой в лесах региона. Это позволяет охватить практически всю территорию области. Также у нас эта система позволяет мониторить местоположение техники, расположение, где она находится, на каком удалении от возможного очага, который обнаружили. В том числе данная система позволяет, мы сейчас тестируем ее в пилотном проекте, это с летчиком-наблюдателем. Будет система позволять видеть его в онлайн-режиме, где он пролетает, его маршрут авиамониторинга. Главное в борьбе со стихией – это, конечно, люди. Все сотрудники прошли специальные учения и готовы к любым сценариям развития событий. Все наши силы, а это практически, то, что касается авиабазы, это 1150 человек и порядка почти 600 единиц техники. Это все у нас в готовности, а в целом сводный план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение почти 3000 человек и почти 1300 единиц техники. Жители Тюменской области настоятельно просят воздержаться от посещения лесов. Ни грибов, ни ягод там нет, а значит, не стоит подвергать опасности лесные насаждения. А еще и себя. С этого года людей, которые сообщат о поджигателях, будут вознаграждать. За достоверную информацию о виновнике пожара выплатят 40 тысяч рублей. А если вы поможете задержать его, то можете получить 50 тысяч. И в завершении хочется вспомнить 2021. Он оказался рекордным по масштабу пожаров не только в Тюменской области, но и по всей стране. Причем в 70% причина возгораний – человеческий фактор. Каким будет сезон 2023, во многом зависит не только от готовности спецслужб, но и от сознательности каждого из нас. Ксюша. Да, Алина, спасибо, полностью согласна. Ответственнее нужно быть и останавливать себя, когда очень хочется на даче пожечь обрезанные ветки в ветреную погоду. Продолжение следует...